Сантехники, доставщики, врачи и представители прочих профессий, которых часто изображают в клубничке. Вы когда-либо попадали в ситуации, похожие на сюжеты из фильмов для взрослых? Я вожу грузовик компании Gordon Food Service, доставляю замороженную еду. Как-то раз у меня была доставка в женскую тюрьму. На кухне работали около 12 заключенных женщин. Многие из них подошли ко мне, начали щупать мои мускулы, спрашивали, как у меня дела. Я отвез тележку в холодильную камеру, и одна из них пошла за мной, заперла дверь и спросила, развлекался ли я когда-нибудь в холодильнике. Вскоре подоспел охранник, увел ее и велел ей вернуться к работе. Работал доставщиком пиццы. Как-то раз мне достался заказ с комментарием, дверь не заперта, пиццу отнести в спальню прямо по коридору. Я спросил у менеджера, как быть. Он ответил, так ты никогда еще не доставлял ей пиццу? Она прикована к постели, видимо ее сиделка отлучилась. Она очень милая, по пути в спальню прихвати с собой тарелки и салфетки с кухни. Четыре месяца работал семейным врачом, терапевтом. Однажды на прием без предварительной записи пришла женщина с жалобой на кровотечение. Я изучил ее медицинскую карточку и сказал, что нужно провести осмотр. Она сказала, что не против того, чтобы ее осмотрел врач мужского пола, и я произнес что-то наподобие, подождите, я приведу кого-нибудь, чтобы присутствовал при осмотре. Я поднялся, чтобы идти, но она подняла руку, посмотрела мне прямо в глаза и сказала, не стоит, мы можем остаться и наедине во время осмотра. Оказалось, что она офицер полиции, просто не на дежурстве, и у нее черный пояс под зюдо. Переодеваясь за ширмой, она сказала, более вероятно, что я вас обижу, чем вы меня. Никогда за всю карьеру на данный момент у меня не было более неловкого приема. Одним пятничным вечером отвезла пиццу в дом заказчика в пригороде. Открывший дверь парень засунул стодолларовую купюру под мою футболку. Мне тогда было 18 лет. Я застыла от шока, но вскоре подошел один из его друзей, оттащил его и извинился. Оказалось, что парень был в хлам и подумал, что я стриптизерша. Они играли в покер большой мужской компании. Я хотела вернуть деньги, но друг пьяного парня сказал, чтобы я оставила их себе. И пообещал, что когда он протрезвеет, они расскажут ему о том, что произошло, и хорошо над ним поиздеваются. Работал слесарем на протяжении долгого времени. Несколько лет назад в Рождество поступила жалоба об утечке газа. Когда мы с напарником прибыли по адресу, хозяйка дома призналась, что никакой утечки на самом деле нет. Она объяснила, что просто нуждалась в компании. Оплатила наш вызов и угостила нас кофе, а мы просидели с ней около часа. Оказалось, что она писала романы и была очень одинока. У меня было странное чувство, что она хотела от нас чего-то большего, но ничего кроме беседы не было. Когда мы собрались домой, она дала нам по 100 долларов чаевых. Это был самый удачный и в то же время самый странный вызов за все это время, пока я работал слесарем. Это произошло не со мной, а с моим коллегой по пиццерии, где я работал во время учебы в колледже. Мы всегда работали допоздна. Одной девушке, заказавшей пиццу, сказали, что время ожидания составит около часа. Для столь позднего времени, когда почти все другие заведения в городе были уже закрыты, это было вполне нормально. Она ответила диспетчеру, что если ей привезут пиццу в течение 20 минут, то она переспит с курьером. Диспетчера это так развеселило, что он рассказал обо всем менеджеру. Менеджер устроил так, чтобы ее пиццу приготовили раньше и назначил на доставку женатого мужчину зрелого возраста, который ничего не знал об условии клиентки. Он вернулся бледный как призрак и сразу сказал, «Вы не поверите, что только что произошло». Все покатились со смеха, потому что мы знали, что он порядочный человек и ни за что бы не изменил своей жене. Он рассказал, что дверь открыла очень привлекательная одетая девушка и сказала, «Ну что ж, ты успел, пойдем развлекаться». Естественно, курьер не знал, что она имела в виду и смущенно пробормотал, что он женат и что от нее ему нужна только подпись на квитанции. Менеджер правильно поступил, отправив его. Скорее всего, любой другой курьер помоложе воспользовался бы предложением. Мы все хорошо посмеялись, а Цыпочка получила свою пиццу за 20 минут. У меня осталось много приятных воспоминаний об этой работе. Год работал доставщиком пиццы. Вечером каждой пятницы один парень заказывал у нас пиццу с курицей и сыром. Дверь он всегда открывал в трусах и футболке. Каждый гребаный раз. У нас работало много курьеров, но к нему почему-то всегда отправляли меня. Каждую пятницу в 9.30 вечера мне сообщали, что я должен доставить пиццу с курицей и сыром, и я точно знал, по какому адресу ее нужно отвезти. У него был хорек, и как-то раз он залез на мою спину по моей ноге. И капитан Труссель сказал, «Надо же, а вы ей понравились». В моей голове возникла всего одна мысль, что эта сцена похожа на начало дешевого фильма для взрослых. Работаю персональным фитнес-тренером. Как-то раз клиентка пригласила меня на ланч, а потом предложила поесть десерт у них дома, пока ее муж и дети отсутствовали. Я работал врачом в отделении неотложной помощи. К нам обратился парень из-за боли в яичках с подозрением на перекрут яичек. В этот момент в отделе из врачей мужского пола были лишь я и мой коллега, поэтому принять его пришлось мне. Я задал ему пару вопросов и приступил к осмотру яичек. К счастью, я не обнаружил никаких проблем, но во время осмотра он немного возбудился. Мне пришлось проявить профессионализм и не обращать на это внимания, но я должен был время от времени посматривать на его лицо, чтобы понять, причиняет ли ему боль мои действия. И я заметил, что он ухмылялся. Это было очень похоже на сцену из какой-то клубнички. Однажды нам попалась очень сексуальная клиентка. Она только что купила дом. Я работал в подвале, убирался и очищал трубы. Я сказал, что заберу с собой мусор. Она попросила заглянуть в ее спальню, когда я закончу. Я уже был готов ко всему. Оказалось, что она всего лишь красила стены. Работал курьером в пиццерии. Это произошло не со мной, а с моим коллегой, который был одним из самых неловких в общении людей из всех, с кем я работал. Однажды дверь перед ним открыла странная женщина в купальнике и спросила, ну, как я выгляжу? И он ответил, очень голодный. Я врач, и во время прохождения ординатуры в отделении психиатрии, вскоре после окончания университета, мне поручили записать историю болезни пациентки с эротоманией. Когда я вошел в палату, она лежала на койке навзничь. Но во время разговора со мной постепенно приняла позу Розы из Титаника, когда Джек рисовал ее. Она начала задавать мне вопросы личного характера, демонстрируя свое декольте. Также она случайно коснулась моего бедра. Я постарался проявить профессионализм и отгонял всякие непристойные мысли, продолжая записывать ее историю. Я понимал, что иметь какие-либо отношения со своими пациентами неэтично, и точно не собирался воспользоваться ее психическим отклонением, чтобы удовлетворить свои потребности. Я, кстати, работал в то время в психиатрическом отделении для престарелых пациентов. Я работаю курьером. Трижды дверь открывали какие-то извращенцы в халатах, смотрели мне прямо в глаза и говорили, «Упс, вообще не мое». А сколько было женщин, которые немного приоткрывали свои прелести? Я полагаю, что большая часть все-таки делала это случайно, а кто-то намеренно. Я всегда отвожу взгляд из вежливости и просто передаю им заказанную еду. А теперь про мою любимицу. Она заказывает у нас еду очень часто и всегда открывает дверь, будучи обернутой в одно полотенце, которое всегда немного не спадает. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы посмотреть. Каждый раз после встречи с ней я по несколько часов не могу отделаться от мысли о ней. Я работаю сантехником и часто выполняю ремонтные работы в многоквартирных домах по всему городу. Часто жильцов не бывает дома, мы звоним им и назначаем время, а ключи от их квартир берем в жилищном управлении. Как-то раз я должна была заменить неисправную насадку для душа, работа пустячная. Забрала ключи, подошла к квартире и позвонила в дверь. В течение 10 секунд никто не ответил, поэтому я достала свои ключи согласно инструкции. Открыла дверь, зашла в квартиру и увидела на кухне двух полностью обнаженных девушек. Они были шокированы не меньше меня. Я покраснела и после небольшой заминки извинилась и вышла. Позвонила по номеру, указанному в заявке, ответила одна из тех девушек. Она призналась, что они ждали другого сантехника и насадка для душа на самом деле в полном порядке. Видимо, они думали, что к ним пришлют мужчину, потому что у нашего диспетчера очень сексуальный голос. Кроме того, сантехников женщин на самом деле очень мало. Работаю уборщицей в отеле. Часто бывает, что когда я вхожу в мужской туалет, чтобы убраться там, я натыкаюсь на мужчин с расстегнутой ширинкой. Я всегда сразу выбегаю, но как минимум раз в неделю мне кричат вслед, чтобы я осталась. Однажды, пятничным вечером, я подметала коридор и в паре метров от меня минуту простояла супружеская пара. Затем они ушли в другой конец коридора, а еще через пять минут жена подошла ко мне и предложила пройти в их номер с ними. Мой коллега как-то раз работал возле бассейна и несколько женщин, сидевших в джакузи, предложили ему присоединиться к ним. Он ответил, что у него нет с собой сменной одежды. До сих пор не понимаю, почему он не согласился. Я работал в небольшом автосалоне и проверял машину клиентки. Я лежал под машиной, когда она задала мне какой-то вопрос. Я повернулся и увидел, что она сидит на корточках, раздвинув колени. Она была без нижнего белья и я никогда не видел более неухоженной промежности. Язвы, сочащиеся гноем, торчащий шнур тампона и неровные волосы на лобке. Это было ужасно. Я когда-то работал курьером в местной пиццерии. Подъехал к огромному дому, перед которым был припаркован Мерседес. Они заказали большую пиццу с колбасой, 40 сантиметров. Я подумал, это точно сцена из какого-нибудь кино для взрослых. Позвонил в дверь, открыла роскошная женщина лет 40-45. Растерявшись, я выпалил, заказывали пиццу с большой колбаской. Она расплатилась кредитной карточкой и захлопнула дверь перед моим носом, оставив без чаевых. Не стоит упускать появляющиеся перед вами возможности, иначе можете потом пожалеть. Как-то раз около полуночи доставила еду из ресторана в квартиру в хорошем доме. Прежде я уже приносила еду в эту квартиру пожилому мужчине и не ожидала, что дверь откроет молодая девушка максимум 21-23 лет, еще и топлес. Она попросила меня войти и отнести еду на кухню. Мне не хотелось этого делать, но я подчинилась, чтобы поскорее покончить с этой неловкой ситуацией. Свет везде был выключен, освещение было минимальное. Видимо, для создания интимного настроения, но я могла все видеть. За кухней была гостиная, и там на диване сидел тот самый мужчина. Он был одет, а на полу лежала еще одна девушка, тоже топлес. Вокруг нее было разбросано много долларовых купюр. Перед ней на стойке стояла видеокамера. Мужчина узнал меня и сказал, «Привет, я тебя помню. Девушки это...» Мое имя. «Она крутая, налейте ей. Она офигенная». Он встал, и все девушки, оказалось их всего было три, собрались на кухню. Я поставила еду на стол и оглядела их. Они все были симпатичными и немного похожи друг на друга. Вот только одна была белой, вторая черной, а третья азиаткой. Они были одинакового роста, одинаковой комплекции. Их груди были одного и того же размера. Они были причесаны и накрашены совершенно одинаково. Они все начали уговаривать меня хотя бы выпить, а лучше остаться с ними. Но я вежливо отказалась и сказала, что мне нужно срочно ехать по другому вызову. Но когда я дошла до своей машины, я еще несколько минут сидела и смеялась. Я работаю спасателем в бассейне. Точно не знаю, часто ли про нас снимают клубничку, но эта ситуация была очень похожа на сцену из кино для взрослых. Когда наш бассейн закрывается, мы даем посетителям еще 15 минут, для того, чтобы они могли принять душ и одеться. Лишь после этого производим уборку. Даже по истечении этих 15 минут я всегда стучусь и предупреждаю, прежде чем войти в женскую раздевалку. На случай, если кто-то еще не успел оттуда выйти. Часто оказывается, что там еще осталось несколько женщин, и мне приходится их ждать еще пару минут. Однажды я постучался, приоткрыл дверь и крикнул, «Есть тут кто-нибудь?» Никто не ответил, и я вошел. Под душем стояла совершенно обнаженная женщина. Я удивился, извинился и пошел к двери, чтобы она могла спокойно одеться. Пока я шел, она сказала, «Подождите, можно задать вам вопрос?» И начала задавать мне кучу вопросов, продолжая намыливать свое голое тело. Все вопросы были на разные темы, будто она придумывала их на ходу, лишь бы разговор продолжался. При этом даже не думала о том, чтобы прикрыться. Я терпеливо ответил на все вопросы, стараясь не смотреть на нее. После этого подождал еще несколько минут, пока она не вышла. Уверен, что если бы я захотел, мне бы тогда перепало. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok